Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Девчонки, признавайтесь, вы когда-нибудь рассказывали стишки «Стой на табуреточке»? Несколько лет назад я знала одну девочку, которая рассказывала стишок «Стой на табуреточке», а я при всем при этом слушала этот стишок. И вот прошло достаточно большое количество времени, и мне написала бабушка этой девочке и сказала, что ее внучка выходит замуж. Сегодня мы с вами присутствуем на свадьбе той самой девочки. Она уже не та малышка, которая стояла на табуреточке и рассказывала стихи. Она выросла, она стала красивой, женственной и утонченной. И мы с вами станем свидетелем этого важного события для Никиты и Даши. Пока! Вообще, можно я покажу прям быстренько букетик? Многие спрашивают, а что делать? Мне сразу с утра должна быть букетом или нет? Нет. Жених все-таки должен подарить букет. А мы потом смонтируем так, будто бы Даша его не видела. Я помню, как я это сделала. Вот они, те самые ягодки. Посмотрите, здесь они красные, бутончики пиончиков. Просто потрясающий букетик, очень нежный. И что самое интересное, я вам сейчас секретик раскрою, покажу, что, если вы не заметили, здесь переход цвета от красного через розовый к белому. То есть здесь градиент у нас. И ягодки тоже красные. С красной ягодки переходят к розовому, к нежно-розовому и дальше к белому. Напишите в комментариях, нравится вам букетик? Как вам такой букетик? Кто хочет такой же букетик, пишите в комментариях. Кому нравится, тот молодец. А кому не нравится, тот молодец. Интересно, а как же фотограф делает вот такие потрясающие снимки? Много фотоаппаратов с фонариками, темная ванная комната, два человека и крутые снимки колец. Причем впритык. Видно что-нибудь хотя бы? Что-нибудь, видны? Или видно только спину Ксюши? О, боги, вот как это получается. Ксюша, покажи. Так вот, как это делается. Все-таки раз, и все стали фотографами после этого. Роза-роза. У нас сейчас идут сборы мамы. Уже невеста готова, в полный боевой. Сейчас будем фотографировать еще и невесту. Сегодня ваш любимый стилист, дорогие мои. Ваша самая стройная, самая красивая, самая жизнерадостная, улыбчивая и добрая Мария Касабланка. Машка! Когда ты Машка, тебе нужна утяжка. Да, точно. Маша, скажи, пожалуйста, ты всегда делаешь накладные ресницы? Всегда, абсолютно. А почему? Потому что это не что так естественно в макияже, как реснички. Реснички есть у нас у всех абсолютно. И, блин, как-то избежать этого слова с возрастом. Реснички у нас тускнеют, выпадают, становится короче. Поэтому, в общем, делаем эффект, как у младенца. Ну, ты же знаешь, да, какие у младенцев реснички? Ох, знаю. Ох, я знаю все. Я хочу подойти к платьишку. У нас сегодня будет много света, хорошего в зале. Мы всегда традиционно ставим большое количество света. И вы представляете, как это все будет сверкать? В общем, можете представить? Итак, сразу интервью с Игорем. Игорь, здраво. Что вы думаете об этой свадьбе? А мы думаем, что сегодня будет замечательно, да? Заходи. Привет, привет. Привет. Вчера вечером буквально мы таки распрощались с Игорем. Игорь, ну все, до следующего проекта. И утром. Пойдемте, я вам покажу, какой вид красивый. А уже после этого подойду к стройной, красивой же, улыбчивой, жизнерадостной. Маме невесты. Посмотрите. Или Москва-река. Москва-река, лужники. Москва-сити. Что еще? Больше ничего. Воробьевы горы. В общем, все как на ладони. Вот, честное слово, очень-очень красиво. Можно встречу делать даже здесь. Потому что реально красиво, реально круто. Причем Даша изначально же говорила, мне очень нравится Корстуна. Но мы тогда и думать не могли, и подумать не могли, что сборы нашей невесты будут именно в Корстуне. Можно я покажу вам ту самую нимфу? Это тот случай, когда невеста не хочет, чтобы было много макияжа, но она просто красивая и без макияжа. Хотя у тебя чуть-чуть есть, даже стрелочки. У меня уже страны рабочие. У меня уже страны рабочие, так что хорошо. Чуть-чуть есть даже стрелочки немножечко, да? И очень свежий цвет лица. И Даша не любит, когда накрашены губы, да? Да. А еще я выспла. Молодец! Это мне всем невестам. Обязательно спим перед свадьбой, обязательно спим перед свадьбой. Я выспалась. Дашулечка, ну совсем скоро встреча. Кстати, вот, посмотрите, какой красивый нежный халатик у Дашеньки. Да, и не обязательно покупать будуар, пеньюар и все остальное. Очень красивый нежный халатик. Ну, когда у тебя такая красивая фигура, в общем-то, можно все, что угодно. Да, Маша? Когда ты Даша? Когда ты Даша, тебе можно все. Игорь, скажи мне, пожалуйста, сейчас не очень модно, да, вешать платье на штору, на люстру и так далее, да? Я, например, всегда... Вешаю на штору и на люстру. Нет, я всегда люблю взаимодействие именно невесты с платьем. Да, это круто. Потому что это, во-первых, когда невеста может расслабиться и реально мы оставляем ее наедине с платьем, и получается так, что она может увидеть даже то, что она не видела раньше. Даша, ты готова увидеть, что ты не видела раньше в своем платье? Просто она начинает как бы его примерять на себя, она же его одевала только на примерке, она видит свой макияж, она становится рядом с зеркалом, и эти эмоции, они прямо на видео совсем по-другому смотрятся, если просто повесить платье куда-либо. А мы вам покажем то, что получится на выходе. Игорь нам в очень скором режиме отдаст видео для Инстаграм. Пока мне не отдали паспорт, я очень быстро отдаю видео. Да, просто, понимаете, все, кто работает, все, кто работает сегодня, все без паспортов. Готовился к твоему интервью. Нет, реально, ты писал речь ночью, наверное, да. Скажи мне, пожалуйста, вот смотри, вот, допустим, вот в случае с Дашей, она не любит помады, она любит, когда блески там какие-то. Вот, вот окей, ты наложила ей блеск. Что такое блеск? Блеск, это один раз облизнул губы, и блеска нет. Ну, хорошо, два раза. Два раза. Два с половиной. Один раз поцеловался, и блеска нет. Блеска нет. И что делать? Ей нужно покупать заранее такого же цвета блеск? Или брать с собой в рюкзак стилиста? Ну, на самом деле лучше в рюкзак координатора, да, брать? Нет, вопрос не в этом. То есть ей заранее нужно покупать блеск такого же цвета? Вообще да. Да, мы на репетиции выбираем подходящий блеск, который комфортный в носке, подходит под макияж, под мукет, под это все. И девочка просто покупает этот блеск, можно в миниатюре купить, не обязательно полноразмерный, и подкрашивает, если есть время на это. Но мне почему-то кажется, что часто фотографы-видеографы так занимают невесту, им просто некогда этим заниматься. Согласны? Слушай, я вспоминаю о том, что губы же не окрашены. Губы не окрашены. Да, да, да. Пол-двенадцатого. Ой, господи, все, весь день проходила губы не окрашены, страшно проходила. Да. Вот понимаешь? А у невесты вообще времени нет? Она же... То поцеловаться нужно. Да. Понимаешь? То сфотографироваться. Можно, конечно, с твой нюшкой, я не могу. Такими помадами, конечно, можно. Я дотрагиваюсь, а у нее косточка тут, и тут тоже косточка. При этом все на месте. Все на месте, вообще. Глаз падает, я уж не могу даже. Я уж отворачиваюсь, думаю, я же не мужчина, я не в глаз не должен падать. А я это гримировала. А я даже голову отворачиваю, думаю, нет, ну подожди. Ну, имей ссорить. На глаз падает. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. В случае с Дашей, вот ты сейчас наложишь блеск и... Да, Даша категорически отказывается. Но я тайком сейчас нанесу и поярче блеск. И убежишь с салфетками. И Даша такая... А белое платье... Ну, смотри, в принципе, я, наверное, сделаю ей более стойкую помадку. Она не любит помадки. Вот ты знаешь, вот эти... Я не люблю их поправлять. Вот эти матовые стойкие помады, они не имеют текстуры, как блеск. Потому что многим блеск не нравится, потому что ощущение скатывается. Есть ощущение, что на губах что-то есть. Вот. Мне, кстати, это ощущение приятно. Мне, наоборот, нравится. Мне нравится, когда губы не пустые. Когда губы пустые, мне кажется, у меня засыхает. И сейчас пока... А, противопрессивно, она никогда не приходит на хорошие блеска. Я не понимаю, что происходит. Ты дома красишься перед сном, с этим ощущением. Вот, пока мы Дашу отвлекаем, но я нанесу ей... Вот видишь, у нее нет текстуры. А, да, так приятно будет, я думаю. Да. У нее цвет губ хороший. Он не такой розоватый. Потому что вот у меня очень бледные губы свои. Не может быть. Ну, да. Ну, знаешь, у Даши, конечно, губки чудесные. Очень классная форма, ромбовидная, актуальная. В кого, в кого, ну, подойте я поспал. В мамочку. Папа убежала, да? А, вот эта вот форма сверху, наверное, верхняя губка мамина. А еще взгляд она, знаешь, как вы умеете? Знаю, я видела. Я видела. И видишь, что я еще делаю? Я нарочно не делаю супер четкий контур. Тоже неактуально. Особенно для Даши, которая не хочет, чтобы у нее были супер накрашенные губы. Секретный план по приведению к хорошему внешнему виду жениха. Никто не знает, что нужно подправить жениху. Никто не знает. Маша сейчас набирает с собой секретные инструменты для того, чтобы жених, и так красивый жених, стал еще краше, чтобы он зашел, и все сказали «Никита, ты ли это?» Мария, ты пошла, что ли, уже? Да. Смотри, фен... А, фен не взяла. Сейчас как раз мы посмотрим, как ребята проводят утреннюю фотосессию с невестой. Это, знаете, эксклюзивные кадры сейчас будут, потому что я практически никогда не снимаю сбор невест. Обычно все мои репортажи начинаются с момента площадки, с момента церемонии и так далее. Сегодня мы на сборах, и сегодня мы будем подглядывать, как ребята делают красивые кадры. А потом прикрепим фотографии Ксюши и видео от Игоря. Ксюша такая, эй, повернулась. Да? Какое видео? Какое видео? Все, шампанское пошло открывать. Обычно я говорю, что не надо покупать никакие бокалы, зачем нужны бокалы. Но тут тот случай, когда реально очень красивые бокалы, ощущение, как будто внутри там какая-то фольга. Смотрите, и посмотрите, посмотрите, какая ножка. Это социальное золото, да? Социальное золото и хрустальная ножка. Вот если хочется купить бокалы, пусть они будут вот такие. А не бокалы там с лебедями, с шарами и так далее. Очень красивые бокальчики. И вот на первую годовщину свадьбы, вот как раз-таки они выпьют свое шампанское из этих бокальчиков. И это будут, эти бокалы, кстати говоря, можно потом передавать из поколения в поколение. А, кстати, здесь какие-то камушки, что ли, внизу еще? Нет, здесь вот эти вот ножки, чтобы не скользило по стеклу. Ой, как классно, да. Это потом можно передавать из поколения в поколение. То есть те самые бокалы, которые были на свадьбе у ребят. Я вообще люблю, когда закладываются какие-то традиции вот именно в день свадьбы. Когда закладываются традиции делать какие-то подарки творческие друг другу, закладываются традиции в каких-то вещах. Вот в данном случае, мне кажется, эти бокалы прям вот сам Бог велел из поколения в поколение потом передавать детям, внукам, правнукам. В общем, очень круто. А, это от бокалов? Да. Поэтому их можно передавать в этой коробочке. Так чудесно. Да, очень круто. Очень круто вообще. Это вы заказывали где-то, да? Нет, это я увидела и схватила. Очень красиво. Очень красиво. Да, да. Ну, сам Бог велел. Когда вот что-то попадается такое красивое, и оно подходит абсолютно, потому что классические бокалы подходят подо всё. Это вот не тот случай, знаете, когда там налепили что-то. Украшу-ка я бокалы. Это вот совершенно другая история. Если уж хочется, чтобы были бокальчики на свадьбе, пусть они будут вот такие. Пусть они будут вот такие вот красивые, с красивой ножкой, элегантные очень, классические. В общем, здорово. Очень здорово. И внизу, кстати, знаете, если смотреть вот так вот сбоку, то ощущение, как будто там оборчальное кольцо лежит. Вы видели? Реально ощущение, как будто лежит оборчальное кольцо. А можно с вами серфи? Конечно. Могу и автограф? А я скинула в чат. Слушай, у меня такой блаженный взгляд. Какая загорелая. А я просто, ну, мне свадьба была в Сочи, по секрету тебе скажу. Да я все видел, я все про тебя знаю. А чего ты не пишешь мне? Я тоже хочу в Сочи. Я тоже хочу в Сочи. Ты хотела лично мне об этом сказать, да? Да, Лёва. Почему у меня не береза в Сочи? Почему как-то... Мы можем тебя взять в Краснодар. Просто потрясающе. Знаете, вот обычные женихи очень переживают насчет бутоньерки. Мол, ой, да она будет большая слишком, она там будет огромный цветок. И это тот случай, когда бутоньерка небольшая, и при всем при этом здесь такой, знаете, небольшой букетик. Как будто бы здесь и маленький пиончик, и маленькая розочка, и маленький бутончик еще одной розочки, и полураспустившийся пиончик, и булавочка для того, чтобы прицепить вот этот вот небольшой букетик на лацкан пиджак, а не в карман. Потому что многие женихи думают, что нужно вставлять в карман. Нет, бутоньерочка... Да, именно она... Подходит мне, да? Я думаю, может... Я? Цепляй, цепляй скорее, цепляй скорее, будет красиво. Вот, поэтому бутоньерочка, это не всегда один цветочек, это иногда может быть вот такой маленький букетик, который очень-очень красиво, гармонично будет смотреться с букетиком невесты. Видели, какой букет невесты? Насколько красиво, гармонично. И в букетике, кстати, тоже дублирующие элементы, вот такие вот ягодки. У нас флорист очень любит вставлять всякие интересные моментики, помимо цветов, различные ягодки, различные веточки, которые создают такой особенный, особенный вид букетика. То есть он не просто обычный, не просто стандартный, а все абсолютно создаётся из элементов. И хочется... Наша флорист, Маша, она говорит, ты знаешь, когда я делаю букет, мне хочется, чтобы невеста разглядывала его, чтобы она не просто посмотрела, а, да, букет. А чтобы она разглядывала, находила что-то новое, находила какие-то новые моментики. Единственное, что элементы поснимали? Это вообще-то, знаешь, мы сняли кольца, я букет не обязательно не буду здесь снимать. Я его могу снять с ней, с невестой это будет прям... Слушай, мне... Ломаем стереотипы, да. Ну, потому что в своё время... Она же реально уже надоела. На видео букет не обязательно, да? Он, когда он вот иногда с невестой, вот она просто одна, это может быть портретный кадр, где она с букетом, это круто, но реально, куда уже... Ты приходишь, реально, и ты ищешь стул, куда положить букет, зачем? Если он где-то гармонично смотрится, я не знаю, если там рояль стоит у нас дома. Мне кажется, это был сейчас камень в огород Ксюши, и Ксюша подойдёт и попьёт тебя, а он камень в тебя бросил. Я говорю, это непосредственно про видео, потому что... Не надо оправдываться. Иногда оно просто реально очень нативно смотрится, и вот эти вот видеографы, которые говорят, нет, мы снимаем репортаж, и они приходят, так, а давайте вот мы разложим красиво на ковре букет. Я говорю, ребят, ну хорошо, тогда если вы делаете репортаж, делайте репортаж, как бы я не заявляю, что я делаю только там репортаж, но оно должно быть гармонично и смотреться относительно... О, Игорь, мне кажется, столько будет комментариев от видеографа, твой адрес... Это моё мнение. Это твоё оценочное суждение. Так, бегите, давайте, бегите. Нет, нас видеографы не смотрят. А, нас смотрят видеооператоры. Тогда я велком. Сейчас, сынок... О, подожди, мой, 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 мой. У меня же тоже сторис, сторис. Сторис. Боже, какая она красавица. Пожалуйста, я там не люблю, я просто это не делаю. Ой, а посмотри на меня. Ну вот этим вот своим, с секретным взглядом. Опачки. Вот он тот самый взгляд. Как тебе? Вообще. Вообще. Но она модель, она модель, это чисто модельный взгляд. Это она вот умеет это сделать. Вот я так не умею. Мне говорят, ну ты сделай серьёзный взгляд, яхт. Маш. Маш, иди отрежь, пожалуйста, ещё вот здесь больше. Мы одели невесту. Сегодня жарко. Сегодня плюс 24 вроде бы на улице. Но при всём при этом невеста у нас в колготочках. Почему? Потому что многие родители следуют, ну, старинной такой традиции, что всё-таки туфельки должны быть с закрытым мысом. И сегодня у Даши туфельки с закрытым мысом, поэтому Даша у нас будет в колготочках, и чтобы ей ничего не натерло, чтобы ей было комфортно, наденет туфельки, и ей будет хорошо. Всё будет хорошо и замечательно. Мама говорит, я не видела у вас таких открытых платьев. Есть у нас такие открытые платья, всякие разные. Просто когда такая фигура, то знаете, это сам Бог велел, посмотрите на неё, посмотрите, какая она красивая. Я представляю, как ты будешь сверкать, как ты будешь... Вот, кстати, вот когда вот такое платье, когда вот такой вот корсетик, вот сюда, вообще ничего не нужно. Здесь вот это уже лишнее. Здесь самая красота, это вот эти ключицы её невероятные, и длинные серьги, и всё, и больше ничего, и минимальный браслетик. Давайте мы сейчас тогда возьмём туфельки, потом, если что, заберём. Или, стоп, я зову сейчас фотографа, пусть она уже дофотографирует, потом идём на фотосессию. То знаете, какой момент? Этот момент такой, что это платье, оно очень тяжёленькое. И я надеюсь, что... Оно не тяжёлое? Вот просто поднимаешь его, оно кажется прям такое тяжёленькое. Она садится вот здесь, и она с меня не тянет. Не тянет, да? Нет, у нас же тянута. А, здесь ещё и кармашек есть, очень здорово. То есть можно... Так, садится. Ручки в кармашке спрятал, и красоточка. Раз, положил что-то. Чтоб тяжёленькое было. Так, сейчас звоним. Лерочка, позови, пожалуйста, фотографа. Лера, позови фотографа, видеографа, пусть они доснимут элементы. И мы... Так как мы одели невесту, нам надо фотографировать её в платье, прежде чем будет встреча. А потом уже пойдём навстречу. А долго платье выбирала? Четвёртое, которое померила. Четвёртое, да? Примерили одно платье, потом она говорит, я вот это хочу померить, я его хочу. Мы померили, а она такая всё. Когда нам прикрепили фату, всё, я говорю, ну как же так, мы ещё... Она вообще говорит, я не хочу фату, я говорю, ну как так без фаты, невеста. Примерила ещё два платья, говорит, нет, то. Я говорю, ну как же, мы договорились ещё в одном магазине, нам обязательно надо туда сходить. Она примерила, наверное, штук 10 разных платьев. Женщина очень старалась, показывала ей такое и лёгкое, и невесомое. И вот она выходила с таким лицом. Нет, это не оно. Слёзы, я хочу это платье. Ну то есть всё, это вот своё платье нужно реально... Невеста своё платье увидит сразу. Это вот к вопросу, да? Что можно перемирить миллион платьев, но своё платье ты найдёшь, ты сразу поймёшь, что это оно. Когда я в своё время, много лет назад выходила замуж, кто там хохочет? Мария! Удалите Марию, пожалуйста, из кадра. Ноги сложила, завтра она бабушек собирает, она готовится к сбору бабушек. Она говорит, почему меня всегда ставят собирать бабушек? А кто? А кто, если не мы? У нас завтра просто столько стилистов будет миллион. Мне вот интересно, когда мама видит невесту в том самом платье, есть вот это слёзы на глазах, вот это вот ощущение, что да, понимание, что... Пап, ты как? Смотри, Лера, давай потихонечку начинай собирать вещи, потому что мы уже сейчас будем выходить, нужно взять бокалы вот эти вот с собой, это они будут брать, да, они будут, они берут в ЗАГС бокалы, потом колечки их собрать, всё для ЗАГСа собрать, прям отдельный пакетик сделать для ЗАГСа, и спросить у родителей, что мы берём с собой в ресторан, и я тогда сейчас поеду в ресторан и заберу это. Ладно, начинай собирать. Ага, спасибо. Да, потому что вещей у нас очень много, нам нужно всё собрать, чтобы всё было красиво. Что ты снимал? Макушку невесты? Рэбор. Ай, ты заметил, что у нас букет... Переход цвета от красного к белому. Нет? Мало того, что заметил, мы его ещё так просто поддали в руки, как. Специально, да? Ты начала уже крепить фату? Вот можешь комментарий? Сегодня у нас фата под пучком. Сегодня у нас фата под пучком, и слава богу, что мы рискнули, отодрали гребешок, это делали мы все, отдирали. Начинала я, потом я испугалась. Потом я испугалась, что я могу повредить, что-то я дала маме. В общем, мы её творчески сегодня отрывали от гребня. Потому что вот в это место гребень, ну, не влезает, потому что шейка узенькая, маленькая. Тоненькая, да? Тоненькая. А гребень большой, широкий, он царапает шею. А, он пластмассовый? Пластмассовый, он некрасивый, да. В общем, мы тут немножечко поколдовали. Скажи мне, пожалуйста, в каких случаях фату нужно крепить под пучок, каких на пучок? Можно ли было бы сегодня фату прикрепить на пучок? Можно было бы. Можно было бы. Но я бы очень обиделась. Потому что всегда обидно, когда ты делаешь полтора часа какую-то неверную красивую прическу, выкладываешь тут прятки, а сверху просто одевают фату и говорят, а я их снимать не буду. Ты думаешь, смесь ли? Можно было просто пучок собрать? Да. Да. Тогда можно было сделать какой-нибудь совсем примитивный пучок и не запариваться. Два часа они ковырятся. У нас было снято два номера для жениха и невесты. Номер жениха мы уже сдали, так как уже успели сделать фотосессию для жениха. И осмотрев отель, видеограф и фотограф посвящавшись, вот тут мы как раз обсуждаем, что встречу жениха и невесты будем делать именно в этом номере, приняли решение, что номер нужно подготовить для встречи. Раньше я говорила, что лучшее место для сборов это пустая комната, но сами понимаете, в отелях такого не бывает. Мебель, конечно, это хорошо, но часто ее бывает слишком много. Бывает такая мебель, которая мешает и никогда не используется, поэтому ее приходится переставлять с места на место. Бывает, что в начале съемки, во время сборов, мебель смещают в один угол комнаты, а во второй половине сборов или для встречи жениха и невесты мебель передвигают в другой угол комнаты. Когда вы смотрите красивые фотографии и видео, вы не видите, что находится за кадром, не видите подготовку всего этого. Есть ощущение, что вот так вот все удобно расположено. Бери да снимай. Но так как мой канал о подготовке к свадьбе, а в репортажах я как раз показываю, как все выглядит за кулисами свадебной красоты, то сейчас как раз такой редкий случай, когда вы можете увидеть вторую профессию видеографа и фотографа. Хотя фотограф у нас сегодня хрупкая девушка, а профессия грузчика совсем не женская профессия, поэтому двойной норматив по перестановке мебели полностью на плечах Игоря. Грузчик, грузчик, парень работящий, грузчик, грузчик, несет, тащит, и тащит. Шнуруем невесту. Невеста такая худенькая, что мы ее будем зашнуровывать сейчас прям на максималочку. А почему я ее перешнуровываю? Потому что Даша пока фотографировалась, почувствовала, что платье не очень плотно сидит, и она попросила еще раз перешнуровать, чтобы это было прям на максимум. Я сейчас затягиваю сверху, а вы пальчиком тогда держите. По максимуму я затягиваю. А можно за ручки взяться? Мамочка. Да так нежно. А папа стоит, ты плачешь? У тебя две дочки, я тебе даже замуж выдавать. Я тоже плачу всегда в таких моментах. Ну и три. Я три раза буду плакать. А прижимаешь прямо к себе маму давай? Мои девочки такие хорошие. Мы трогаем глазки, посмотрим поцелуйчик такой. Мне кажется, это самые такие трогательные моменты, когда родители рядом, когда они отдают свою девочку, свое золото драгоценное. И когда мама присутствует на сборах, честно, я очень люблю, когда мама рядом. Мне кажется, что... Да, Маш? Ты тоже любишь, когда мама рядом. Мамочка, любимый. Не смотри, плачет, сидит. Я говорю, что я тут сентиментально стала в последнее время. Плачет, сидит, ты представляешь? Стилисты нас плачут. Потому что мама рядом. Когда мама рядом, я плачу. Нет, я начала плакать на момент и папы. А папа подошла. Ох, самый волнительный момент. Машка уже столько слез сегодня пролила. Прям плачет и плачет Мария Ксабланка. Ну, плачет и плачет. Все, пошла за жеником. Это тот случай, когда... Вот тот случай, Мария, кстати, когда скатывается блеск на губах. Есть специальные базы под блески и под помады. Мак. Научи меня. Есть в Маке такой преб-прайм, что-то такой черненький тюбик. Реально, ну... Не скатывается? Ну, часа два не скатывается. А потом скатывается. Ну, это неизбежно. Мне кажется, это зависит от того, сколько мы болтаем. Ну, в моем случае, видимо, ничего не поможет. И там в минуте есть. В мой случае не поможет ничего вообще. Никакой прайм, не прайм, не преб, не прайм, ничего не поможет. Слушайте, жених, жених бежал. Ну, жених... Вот заходит на жених. Впервые он видит свою принцессу. Впервые. Самый первый момент. Привет, принцесса. Трогательный, самый торжественный момент. Мамочка в этот момент всплакнула, я вижу, что она вытерла слезинку скукую. Папа серьезный очень, потому что сейчас, именно в этот момент, именно в эту секунду, его единственная доченька увидела свою вторую половинку. Мне кажется, сейчас он как никогда осознал, что, да, она стала взрослая, да, этот момент наступил. Я не представляю, как, что будет, когда я буду выдавать замуж своих дочерей. Я думаю, что ни одну слезинку я проливаю в этот момент. Прекрасно. И сейчас мы будем одевать ботоньерочку жениху. Зачастую родители хотят благословить своих детей, правильно сказала? И не всегда хотят делать это на камеру, не всегда хотят, чтобы это снимали. Вот сейчас, в данном случае. Вообще, расскажу немножко о структуре вечера, прежде чем рассказать про благословение. Изначально планировалось, что мы собираем сначала маму, потом собираем невесту. Но, обсудив, подумав, переставляя пазлы, решили, что все-таки лучше. Сначала мы соберем невесту, чтобы невеста полный боевой, чтобы все внимание было на нее, и потом только мы будем собирать маму. И сейчас мама скажет напутственные слова своей доченьки. Она сегодня сделала уже несколько моментиков таких. Она подвязала красную ленточку, чтобы все было хорошо, чтобы, ну, как оберег такой небольшой. Вы заметили, что туфельки, я вам говорила уже, что туфельки у нас с закрытым мысом. И сейчас все ребята выходят у нас из номера, мы просили всех выйти, потому что мама хочет наедине, вот прямо сейчас, наедине, чтобы не было никого посторонних, сказать те слова, которые она должна сказать своей единственной доченьке. Корнева Ирина. Корнева Ирина. Она по любви. Банкетный зал, побережье веранда, рядом с Ириной крутая команда, каждая девушка свадьбы достойна, веселой и красивой Ирина спокойна. Она на вопросы знает ответы, только для вас открывает секреты, сказка становится с нею реальной, ваша свадьба может стать уникальной. Корнева Ирина. Тысяча три сообщения в личке. Корнева Ирина. Она по любви, не по привычке. Корнева Ирина. Тысяча три сообщения в личке. Корнева Ирина. Она по любви.